А сейчас мы поговорим о военных преступниках из ЧВК «Вагнер». Итак, они отступили, но как бы не сдались. После изгнания вагнеровцев в Беларусь, после того самого мятежа Пригожина, один из командиров ЧВК обратился к россиянам и рассказал им о будущем той самой Российской Федерации. Рассказал, что тот поход на Москву не последний, это только начало попытки свергнуть власть. Вагнеровцы не оставят. Но насколько реален такой подход и такой ход событий, кто будет помогать ЧВК, об этом расскажем в следующем сюжете. Вагнеровцы готовы продолжить мятеж. Готовы обрадовать многих наших сторонников. Друзья, все только начинается. ЧВК, Вагнер и его путь далеко еще не окончат. Мы готовы к глобальным событиям и потрясениям, которые ждут нашу страну и всех нас. С неудавшегося похода на Москву ЧВК Вагнер прошел почти месяц. Главного мятежника и предателя Евгения Пригожина отправили нет ни на Колыму, а в дружественную Беларусь на исправительные работы. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. Но вместе с теперь неугодным режиму поваром к Лукашенко отправили и наемников Пригожина. Но, как говорят, это не ссылка, а обмен боевым опытом. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять. Поэтому нам надо использовать сейчас опыт вот этой войны в Украине и особенно со стороны Вагнера. Как нам готовиться к современной войне. Вот это очень важно. И бояться их нечего. Это такие же русские, советские и современные люди, как и мы. Но, видимо, тренировать белорусских солдат вагнеровцам не очень-то и хочется. И хотя ПТВ транслирует подчинение и понимание на белорусском полигоне... К квалификации и подготовке вагнеровцев точно сомневаться не приходится. Занятия построены только на личном опыте и разборе реальных боевых ситуаций. Люди очень образованные, знают свое дело, знают толк в этом деле. Могут многому нас научить. Те, кого заслали в Беларусь, отбывать наказание за подрыв авторитета военного руководства России, уже придумывают новый план по свержению парадных генералов. Я полевой командир ЧВК Вагнер, мой позывной Берсерк. Мы находимся в братской Беларуси, под Осиповичами. От лица Совета полевых командиров я хочу сказать всем павшим духом, что это все только начало, все только начинается. Деталей плана наемник не озвучил, лишь намекнув на возможных союзников будущего мятежа. Заявление это я расцениваю, ну как очередной какой-то пиар, какую-то показуху, попытку привлечь к себе внимание, напомнить о себе, но не более того. Он вспомнил о неком формировании, которое застряло в пробке. Вероятно, речь идет о кадыровцах. По словам Берсерка, до Ростова они все же добрались, и вагнеровцы сумели поговорить с их командиром. И даже разрешили свои предыдущие разногласия. Мы пришли к очень интересным выводам, которое зачеркивает некоторое наше минувшее разногласие. Поэтому знайте, что среди ваших верных пехотинцев есть наши единомышленники. Вместе мы сила. В общем, наемники убеждают, их путь еще не завершен. Но можно ли верить словам ранее неизвестного полевого командира? Да и почему такое заявление сделали сейчас? Верить в целом каким-либо записям, заявлениям командиров ЧВК «Вагнер» не имеет смысла. К тому же командиры ЧВК «Вагнер» не имеют функции публичности. Они только лишь в очень редких случаях получают функцию публичности для функционала публичности. Например, для того, чтобы вербовать новых наемников, популяризировали ЧВК «Вагнер». То есть для этого специально есть определенные персоналии. А делать вот такие громкие заявления они не могут, только если им на то не дается определенное право. А учитывая то, что Пригожин сейчас не особо публичен, вполне вероятно, что этого и других командиров поставили говорящими головами. Но это не умаляет того факта, что все сказанное – просто пустые слова для привлечения внимания. Или же, наоборот, для его отвлечения. Возможно, Пригожин захотел перебить свое фото в трусах, вбросом о будущей угрозе. А тут без штанов, какой-то помятый. Ну, это делаются такие фото, и вбрасываются они с целью принизить личность. Унизить, сделать, чтобы он пристал никчемным, вот таким вот, не как ранее, каким-то героическим правдорубом, да, как его выставляли, а абсолютно беспомощным, абсолютно никчемным, побитым, униженным. Ну, и который бы не вызывал какого-то позитивного отклика у даже тех, кто его поддерживал до того. К тому же, может быть, что это попытка не только сместить фокус внимания с Пригожина, но и напугать черноротых пропагандистов, которые, по словам вагнеровцев, то и делают, что поливают грязью их организацию и опорочивают их подвиги. Потому что, когда колонна шла по территории России, никто из них этого не мог сказать, потому что боялись. А сейчас, конечно, как говорится, после драки можно кулаками махать. А вот что до контекста обращения и возможного повторения мятежа, то не так все однозначно. Прекрасно все понимают, что это не конец еще истории с Пригожинским походом. Второй акт, он уже развивается. Но это будет несколько иное. ЧВК «Вагнер» свою роль уже отыграл. ЧВК «Вагнер» на сегодняшний день уже сбитый летчик. Скажем так, они продемонстрировали, что они могут, но они не завершили начатое, не пошли до конца. И теперь они в статусе сбитых летчиков. Кто их поддержал, вот именно эти персонали и будут дальше двигать второй акт. Ну, это не кадыровцы. В любом случае, хотя ЧВК отстранили от работы на территории Украины, без работы они не останутся. Пока часть наемников коротает дни в Беларуси, другие осваиваются в Африке.